В Елабужском институте КФУ состоялась защита дорожной карты. Прежде чем начать заседание, ректор Казанского университета посетил инженерный центр Елабужского института. Здесь были представлены электромобили, сконструированные и изготовленные студентами инженерно-технологического факультета. А далее на публичной защите дорожной карты ректор отметил необходимость подготовки специалистов, чьи профессии будут востребованы в ближайшие 50 лет, тем самым позволяя Казанскому федеральному перешагнуть порог университета 1.0 и успешно прийти к тому, чтобы стать университетом 3.0. Международным рейтинговым агентством поезд мы с вами в целом по университету улучшили свои позиции примерно на 100 единиц. По итогам прошлого года, когда подводились результаты, мы были промежутки 500-550, сейчас 400-450, а точнее мы занимаем 441 место. Директор Елабужского института озвучила план мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности. В 2017 году планируется реализовать академическую мобильность студентов, которые принимают участие в различных форумах и мероприятиях. Выигрывают гранты на обучение в различных университетах мира. Также будет произведена оптимизация организационной структуры института. Планируется объединение кафедр на юридическом факультете. Наиболее важным вопросом стали показатели публикации научных статей в известных мировых журналах. У нас неплохой опыт в этом году появился. Мы заключили договор на публикацию статей наших коллег. В 2016 году от Елабужского института всего было опубликовано 108 статей Скопус и Web of Science. Что касается российских журналов, то в марте 2017 года Елабужский институт КФУ составил договор по подготовке и изданию спецвыпуска журнала «Теория и практика физической культуры», входящего в перечень ВАК Российской Федерации и включенного в российскую международную базу научного цитирования. Результаты, которые подводят агентства, они носят накопительный характер, особенно по наукометрическим данным. Данные берутся за последние пять лет, а в этом году были внесены изменения и цитирования за последние шесть лет. Посмотрите то, что было шесть лет назад, и сегодня мы, по сути, с вами являемся совершенно другим учебным учреждением. Поговорили и о науке. Елабужский институт по-прежнему активно включен в реализацию стратегической академической единицы «Учитель 21 века». Институт представляет четыре проекта, один из которых – робота «Старт», целью которого является разработка и использование малоразмерных андроидных и биоморфных роботов в образовании школьников. Информация, представленная директором института, говорит сама за себя. Четко видно, какой вклад вносит Елабужский институт в развитие Казанского университета. К примеру, вклад этого вуза вдвое больше, чем его удельный вес по количеству преподавателей и студентов. А после публичной защиты в Елабужском институте Казанского федерального состоялась презентация дорожной карты в набережной Челнинском институте КФУ. Отметим, что перед данным институтом стоят амбициозные цели, стратегии по достижению которых были успешно озвучены на защите. Аделя Шамилова, Анна Глазунова, Леонард Валитияров, Универньюз.